Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Мне очень одиноко, нет близких друзей, как обрести больше друзей? Ну, смотрите, начнем мы с вами, пожалуй, с следующего. Вы говорите, мне очень одиноко. Что это за состояние? Ну, то есть вот, прямо буквально, что это за состояние? Вам одиноко. Как вы понимаете, что вам одиноко? Как вы это чувствуете, что вам одиноко? Давайте по возможностям разберем с вами этот момент. Еще раз. Как вы понимаете, что вам одиноко? Как вы это понимаете? Это первое. На что я хочу обратить ваше внимание? Прям вот, первое, первое, первое. На что, на что хочу обратить ваше внимание? Второй момент. Как правило. Ну, не всегда. Не всегда, конечно. Не всегда. Не всегда, конечно, но как правило. Человеку одиноко. Вот. Человеку одиноко. Человеку одиноко. Тогда. Да. Когда он. Что там? Себе отвергает. Поэтому здесь, на мой взгляд, в первую очередь, конечно же, желательно увидеть. Что вы в себе отвергаете? Что вы в себе отвергаете? Что вы в себе отвергаете? Как вы в себе отвергаете? И так далее. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы это увидели. Очень важно, чтобы на это вы обратили свое внимание. Где идет конфликт? Где идет притворение? Где идет обесценивание себя? И так далее. Это принципиально важный аспект. Дело в том, что друзья вам в этом смысле не помогут. А друзья не дадут спрос вам с того, что вы хотите. Они не смогут. Потому что проблемы-то внутри вас находятся. Проблема-то ваша как бы. Друзья, всем помогут. Всем помогут. Всем помогут. Друзья. Вот, к сожалению, ничего. Больше. Тем не менее. Тем не менее. Требят. Нужно, чтобы найти друзей, ну вот, как вы говорите. Чтобы найти друзей. Нужно иметь или облабать, как угодно, собственный интерес. То есть нужно обладать своим интересом. Нужно видеть, что вам интересно, куда вы идете и движетесь по жизни, по своей жизни. И вот если вы увидите этот момент, если вы заметите этот момент, вы сможете находить единомышленник. Друзья – это не просто какие-то люди, с которыми вы как-то взаимодействует. Нет. Друзья – это те, с кем вы разделяете свои интересы. И соответственно вашу задачу эти интересы для начала увидеть. Чтобы было между вами и людьми, ну и другими людьми, что-то общего. Если между вами и другими людьми общего не будет, вам будет сложно выстраивать с ними отношения. Что, на мой взгляд, вполне логично. Чего-то и ничего не бывает. Вам нужно объяснить людям, буквально объяснить людям, почему они должны с вами общаться. Буквально должны объяснить людям, зачем им с вами общаться, почему они должны выбирать именно вас, а не кого-то другого. Понимаете? Да, это действительно может выглядеть довольно цинично. Вот. Но только так, через цинизм можно выстроить отношения с людьми. Только так, чтобы не разочаровываться, ну, с одной стороны, излишне. Вот. И с другой стороны, чтобы, ну, сохранять связь с реальными. То есть, чтобы не уходить, значит, ну, как бы, чтобы не уходить в иллюзию. Вот. А сейчас вы, как раз таки, вот, ну, на мой взгляд, можете это делать. То есть, сейчас, на мой взгляд, вы можете уходить в иллюзию. Ну, и, соответственно, как, ну, как следствие, да, вы будете разочарованы. Снова, 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 снова. Вот. То есть, то есть, здесь, ну, вот, такой вот, такой вот аспект. Дальше. Обратите внимание, что вы хотите больше друзей. То есть, вам, вам здесь, как будто бы, важны, не, важно, точнее, важно, важно, не качество дружбы, а количество, чтобы больше людей было вокруг вас. Конечно, могу ошибаться. Вот. Вполне. Вполне могу ошибаться. Вполне могу быть, могу я быть не брат. Вот. Но, на мой взгляд, вы хотите, чтобы вас от чего-то избавило. То есть, грубо говоря, вы хотите избежать от чего-то. Вот. То есть, у людей, у людей, есть совершенно четкая роль, которую вы им отводите. Это роль снятия стресса. То есть, чтобы не чувствовать, не ощущать стресса. Вот. Понимаете, какая здесь история. И вот это, наверное, на данный момент, на данный момент, это то, что устанавливает и то, что блокирует, как мне видится, ваше взаимодействие с другими людьми. Почему? Потому что вы не видите личность. Ну, вот. Вы не видите личность в людях, вот, ну, своих друзей. Ну, гепатитических, потенциальных и так далее. Вот. Вы просто хотите, чтобы вокруг вас есть личность, у нас были, ну, люди. Вот. И все. Что это за люди? Какие люди? Ну, вот. В данном случае, вот. Не особо так, чтобы волнули. А вообще-то это очень важно. Вообще-то это очень важно. Момент. Вот. Я думаю, это связано в честь с тем, что вы себя не видите, ну, как личность. То есть, вы не относитесь к себе как личности. Вот. А вы воспринимаете себя вот тоже как-как, ну, в той или иной степени, да, потенциального друга. Мне очень понятно только, что это, что это за друг. Мне очень понятно только, как эта дружба будет выстраиваться за счет чего, за счет каких аспектов она будет образовываться, продвигаться, жить и так далее. Вот. А на это очень важно обратить внимание. Вот. И, конечно же, люди, которые, ну, вопросы, вопросы своей психологической жизни. Вот. А пытаются решать за счет других людей. Вот. Например, за счет дружбы и так далее. А, к сожалению, сами ее обесценивают очень сильно. Вот. Потому что здесь, а, момент в том, что у меня есть что это не происходит, ну, как же вот, контролируемо, что ли. Вот. Это происходит больше спонтанно. Вот. Понимаете? Это происходит именно спонтанно. Вот. Вот. И если, если это происходит спонтанно, вот, то само собой вам, вы не можете это контролировать. Вот. Но вы можете, вы можете в таком случае, не имея возможности, это контролировать. Это контролировать, да? Вот. А, вы можете это возглавить. то есть вы можете организовать свою жизнь так, что она была интересна и привлекательна. в первую очередь, во вторую очередь, другим людям. Вот. Понимаете? Какая штука. то это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Пристанно. Внимание. Прямо сейчас. Если и когда вы сделаете свою жизнь привлекательной, то, на мой взгляд, вы сможете привлечь в нее столько людей, сколько, ну, сколько, сколько, это возможно. Так, я бы, я бы сказал и так бы я ответил на вопрос. Вот. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь!